За круглым столом комитета законодательного собрания Приморского края дебаты. Главным вопросом в повестке стала тема реорганизации ДВФУ. Благие намерения вуза оптимизировать систему управления столкнулись с яростным сопротивлением преподавателей и родителей учеников. Сейчас в ДВФУ 8 учреждений довузовского образования. Общий контингент составляет 2600 человек, из них педагогов 295 человек, 8 директоров и 24 заместителя директоров. По мнению руководства данная структура слишком громоздка и ее надо упростить, то есть централизировать ресурсы, оптимизировать персонал. Сделать это планируется объединив лицей и колледжи в единую структуру – многопрофильный образовательный комплекс. При этом учебный процесс останется без изменений. У нас очередной этап такой-то стоит происходит. Это вызвано тем, что ряд структурных подразделений у нас находится, реализуя программы на тех площадях, которые мы в ближайшее время должны освободить и передать другим государственным структурам или же, так сказать, выставить на продажу. Официально подразделения могут сами выбирать, входить им в состав будущего комплекса или нет. Однако по факту преподавателей заставляют писать заявление на добровольно-принудительной основе. Процесс идет с грубыми нарушениями Трудового кодекса. Главные претензии и те проблемы, которые возникли по поводу реорганизации системы доузовского образования, ДВФУ, они заключаются в непродуманности проводимых мероприятий во всех смыслах – мотивационных, организационных и структурных. Нет соответствующих документов, которые разъясняли вот эти вопросы. Но больше всего негодуют родители учеников. И это неудивительно. Люди платят немалые деньги за то, чтобы ребенок получил среднее образование с навыками высшей школы, парами, сессиями, с комитетными преподавателями. Ситуация обращается тем, что, скорее всего, родителям придется вводить детей каждый год в новое здание. Нам было донесено до того, что дети начальной школы учатся в одном месте, дети среднего звена будут учиться в другом месте, дети высшего звена, считается, что это 9, 10, 11 класс, они будут учиться в другом месте. Многие родители территориально приобрели недвижимость для того, чтобы дети поступили именно в эту школу. А по факту нам объявляют, что может случиться такая история, ваш ребенок доучился до 9 класса, и до 9 класса поедет, к примеру, как вот сейчас говорит Андрей Николаевич, где-нибудь на Алиутской будет учиться, а гимназия находится на Спиридоново. То есть, ну, понимаете, да? Представители вуза обещают, что в 2017-2018 учебном году обучение будет проходить в имеющихся зданиях по утвержденным учебным планам. Но в будущем объединения некоторых площадок в единый комплекс не избежать, и детям придется сменить ни одну учебную площадку. По завершению заседания депутаты решили инициировать проверку Краевой прокуратуры соблюдения положений Трудового кодекса и подготовить обращение к Министерству образования и науки Российской Федерации относительно той ситуации, которая складывается вокруг действий ДВФУ. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.